Дрэйк-стрит 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 придя во французский ресторан заявить будто вам все равно что вы будете пить но в отличие от вашего воспитания ваш отчет хорош конечно все это еще в проекте но если нам удастся его осуществить то у многих будет работа и это принесет радость не знаю заметили ли вы питер что главная цель моей жизни приносить радость радость людям и конечно радость самому себе ведь я тоже человек я не берусь судить что есть добро и что и зло это дело пасторов однако я знаю кое-что чего не знают пасторы знаю что приносит человеку радость а что нет взрослые люди как дети больше всего они рады играм и игрушкам бесстыдным картинкам живым куклам возможности голым им подавай немножко гашиша немножко азартных игр и я даю им все это питер я приношу им радость пусть меня судят всевышний на том свете а среди ваших игрушек если я не ошибаюсь встречаются и пули ну так как же иногда приходится наказывать иначе все пойдет праха однако не забывайте что даже в таких случаях я стараюсь избежать лишней жестокости однополе и все просто и аккуратно как и принято среди цивилизованных людей не знаю поняли ли вы это или нет но вы петра должны гордиться тем что стали правой рукой человек единственная цель которого приносить людям радость теперь я должен пойти к бренде 2 чашки кофе вы заставили меня ждать вас целый час всем нам приходится ждать если я начну считать сколько приходится ждать мне но я сижу тут совсем одна и некоторым кажется что я жду чего-то совсем другого они начинают привязываться вы могли бы обратить подобное недоразумение себе на пользу дорогая лишние деньги вам не повредят динамы действительно у нее нет ваших форм перестаньте билл вы в самом деле заставляете меня раздеться перед всеми этими мужчинами я не удивлюсь если узнать что вы уже это делаете хотя и не перед такой многочисленной аудиторией неужели мой дорогой друг вас совсем не волнует вопроса секса думаю что стакан виски взволновал бы меня больше что меня привлекает вас питер так это то что вы любите людей за здоровье а теперь мисс линда грей нет нет не знаю буду ли я не знаю будешь ли ты расстанемся до завтра бесконечная грусть о любви не говорят в будущем времени когда у двух людей нет будущего когда все все случается сейчас не 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 только и не 好 не 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 «Я буду без тебя, или ты без меня». На этот раз она пела для вас, Питер. Ничего не поделать. Вам придется пригласить ее за столик. Пригласите, Линда. Я знаю, что вы просто святая, но некоторые люди, видимо, этого не понимают. И даже готовы на вольность. О, Билл, перестаньте, дорогой. Может, вы просто боитесь, что если не станете допускать прегрешения, то я совсем перестану обращать на вас внимание. Вы всегда безупречны, Линда, но сегодня превзошли саму себя. Боюсь, что Питер не в состоянии оценить песню. Но, предполагаю, он не настолько слеп, чтобы не оценить ваш взгляд. У вас очень пламенный взгляд, дорогая. Когда-то, в годы моей юности, Бренда сразила меня таким же взглядом. Но, если не ошибаюсь, это было всего два года назад, неужели до такого возраста вы сохраняли свою невинность? Я могу признаться вам, что я до сих пор невинен. Бедная Бренда. С тем же основанием можно сказать бедный Дрейк. Если верить ему намекам, постоянно наставляет ему врага. Как можно жить с таким человеком, и не изменять ему Дрейк и любовь? Вы только представьте себе, я и не пытаюсь, меня больше волнует другой вопрос. Зачем шеф так настойчиво толкает нас друг к другу? Ведь балканская миссия закончена. Что вы молчите? Я, наверное, сошел с ума. Коля, говорю вам это. Балканская миссия закончена, но есть другая. Для меня. Я должна за вами следить. И вы решили не говорить мне это? Он пригрозил, что убьет меня, если я скажу вам. А я вам очень доверяю. Я хотел предупредить вас, когда мы придем домой, вы опередили меня своим вопросом. Хорошо, что опередил. Вам не приходило в голову, что Дрейк оборудовал вашу квартиру подслушивающей аппаратурой, и что все, что вы хотели рассказать, так или иначе, уже стало достоянием шефа. О, Питер. О, Питер. О, Питер. О, Питер. Пьете кофе? В такое время? Я пью кофе в любое время. А я никогда. Чай и пиво. Вот напитки скромного англичанина. Но сегодня, в виде исключения, я хлебнул виски. Не знаю, что на меня нашло, но я готов продолжить. Если вы примите от меня стаканчик, если речь идет только об одном стаканчике, можно два виски? Наша жизнь, Питер, действительно страшная путаница. Но я не могу кислить в какой-нибудь канцелярии по 8 часов в день за горсть медиков. Только ради удовольствия оставаться порядочным человеком. Может, вы думаете, что я какой-нибудь люпен? Я был порядочным банковским служащим. Только от этой порядочности на уровне медных пенсов меня уже тошнит. Уж лучше быть порочным. Вас просят телефон. Кто просил? Мистер Оливер. Примитивно. Мог бы придумать что-нибудь поинтереснее. Пожалуйста. Этот дураколига нашел время приставать с какими-то накладными. Беда в том, Питер, что женщины увлекают нас красотой и сексом. А именно красота и секс в них пришибы. Пока смотришь, как она кривляется, в кабаре думаешь богиня. А потом в постели понимаешь, что это обычная проститутка. И все-таки, Джонни, ты не станешь отрицать, что есть и шикарные женщины, только шикарные всегда кому-то принадлежат. Именно потому, что они шикарные. Кто-то до меня догадался прибрать их к рукам. Это не мешает. Мешает, так как? Что иногда я спрашиваю, стоит ли так рисковать из-за какой-то... из-за какой-то женщины. Пусть даже она шикарна, как Кадиллак. О, мистер Питер, мистер Рай, что это вы, среди белой дня? Да еще будень. Дай его мне. Здоровый, тебе здоровый дух. Это про вас, дорогая Дорис. Ммм. Питер, Питер. Питер, Питер, Питер. 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 Чувствую запах газа. Совсем легкий запах, который при соответствующей концентрации может быть смертельным ароматом. Дорис, можно вас на минуту? О, мистер Питер, вы уже протрезвели? Я не был пьяным, дорогая Дорис. Чуть-чуть притворства и маленькая проверка. Какая проверка? У мистера Райта появилась странная идея отправить меня на тот свет, так что я хотел бы, чтобы вы подтвердили факты и были свидетелем. Отправить вас на тот свет. Я только что узнал, что вы пытались убрать нашего друга Питера. Надеюсь, вы понимаете, как это меня огорчает. Это ложь? Вы так думаете? И с какой целью? Чтобы убрать меня с дороги? Не знаю, заметили ли вы, но в последнее время именно это основная цель. Поэтому вы решили его опередить. Подлая ложь. А кто открыл кран? Какой кран? Газовый, на кухне у Питера. Понятия не имею. Он напился, как свинья. Наверное, решил покончить с собой. С вашей помощью. Не понимаю. Я тоже. А снотворное волос, стаканец виски. Спросите, какое снотворное? А почему бы и нет? Потому что это является лишним. Потому что мы не дети. И потому что факт доказан. Он отнял у меня линду. Да, это уже убедительнее. Вы свободны. Что делать, Питер? Это ревность. Вам не кажется, что ревность может многое извинить? Не задумывался над этим вопросом. Но если поставите задачу изучить его, заставить вас изучать этот вопрос может только женщина. Хотя я вам этого не желаю. Питер, не говорите глупости. Между мной и Райтом ничего не было. Абсолютно. У меня нет никаких оснований не верить вам. Но иногда можно любить и на расстоянии. И ревновать можно на расстоянии. Чтобы Райта ревновал меня. Всем известно, что он по уши влюблен в бренда. Всем кроме Дрейка. Наверное и Дрейк знает. Но закрывает на это глаза. Вот мой отчет. Предполагаю, что он нужен вам только как улика. Какая улика? Улика против меня. Нужно сгладить ваш конфликт с Райтом, дорогой. Не имею ничего против Райта. Только бы он не пытался сокращать мою жизнь. Приятно, что вы не злопамятны. Вы так же, как и я, Питер, принципиальны, но не злопамятны. Куда, к чертям, провалился Алло? Я полчаса назад послал его за Райтом. Сходите, посмотрите. Не своя ли он конторе? Это там, где вы когда-то лечились от нервов. КОНЕЦ КОНЕЦ А, вы свели счеты с ним. Тогда хотя бы помогите его вынести. Я не успел найти Аллу, зато нашел самого Райта. Он в полном порядке, но мертв. О чем вам, думаю, известно? Известно? Вы странный человек, Питер. Откуда мне может быть известно, что происходит там? Бедный Райт. Бедный мальчик. Ах, вы хитрец. Значит, вы на самом деле сумели свести счеты самым простым способом? А пытались убеждать меня, что ничего против него не имеете. И вообще, вы ужасно везучий человек, Питер. Возможно, хотя я не вижу, в чем именно мое везение. В том, что судьба привела вас сюда, на Дрейк-стрит. Потому что с этого дня вы уже становитесь моим первым помощником, Питер. Мне кажется, что Райт пал жертвой именно правил внутреннего распорядка. Причем не столько по пункту «не убивай коллегу своего», сколько по пункту «не пожелай подругу шефа своего». Я все больше замечаю, что после исчезновения Райт мисс Брэнда Нельсон вдруг изменила отношение ко мне. Стентон. Стентон. Одна из тех канцелярских крыс, которые необходимы подпольному миру. Так как везде, где считают деньги, нужны бухгалтеры. А что продают картошку или гашиш? Для таких людей, как Стентон, не имеет никакого значения. Вы не боитесь, Стентон, заступать на место человека, который умер насильственной смертью? Насильственная смерть связана не только с местом, сколько с индивидуумом, занявшим его. Есть люди, предрасположенные к насильственной смерти, есть и другие с лучшим иммунитетом. Я принадлежу к последнему. И как же вы приобрели этот ваш иммунитет? Самым простым способом, несово вносим свои дела. Здравствуйте, Питер. Какая днежитная встреча, не правда ли? Как будто сама судьба привела нас сюда, не исключено, что судьба действительно решила пошутить. Как знать, может ей нечего делать. Здесь недалеко у меня маленькая студия. Что? Здесь недалеко у меня маленькая студия. Ах, да. Да? Да. Видите ли, Брэнда, это прекрасно, что у вас есть небольшая студия. И сами вы тоже прекрасны. Дело в том, что мне еще не хочется умирать. Не смешите меня, милый Питер. Дрейка такие вещи не занимают. Конечно, нужно соблюдать правила приличия. Вам это делает честь, но уж таковые мы, англичане, готовы, что угодно позволить себе и другим, лишь бы соблюдались нужные приличия. Вы немного переоцениваете терпеливость шефа. Я Дрейка знаю лучше, к тому же он сегодня болен. Нам обязательно нужно поговорить с глазу на глаз. Это серьезно, Питер. И это не о чувствах, а о более важных делах. Действительно, очень важно. У меня к вам серьезный разговор. Здесь очень душно. Да. Страшно, душно. Действительно, откройте окно. У соседей напротив есть привычка лихать. Вы не сможете следить за мной. Окно, занавески, соседи. Вечные проблемы этих унылых, затлых уголков. Где парадочные люди вынуждены удовлетворять свои сексуальные потребности, соблюдая приличия. Если бы вы не смущали меня с присутствием, я бы сбросил этот халат. Я вас смущаю после того, как вы обнажались в присутствии стольких мужчин, это была профессия. И потом, раздеваться перед многими – это одно, а в присутствии одного – совсем другое. Теперь можно поговорить. Дрейк всегда был грубым на прощение, но в последнее время он просто меня пугает. Он стал суровым, избегает меня и вообще отстранил от всяких дел. Я не в курсе его сделок. Например, я ничего не знаю про эту вашу операцию на балканах. Все на этапе общих планов. Вы, конечно, лужуете. Но сейчас от меня не волнует. Дрейк – ужасный человек, Питер. Когда я думаю, на что он способен, у меня просто стынет кровь. Я понимаю, но не вижу, чем могу вам помочь. Вы имеете влияние на этого старика, Питер? Сомневаюсь. Сейчас вы его любимчики. Так как у него всегда есть какой-то любимчик. Что вы говорите? Поймите меня, Питер. Думаю, мы с вами могли бы зажить Дрейком в такие клещи, что стали бы сильнее в гонцов жесток без церемоний. Но он легко поддается влиянию. К тому же думаю, что долг он не протянет при таких лошадинных дозах виски. Да. И очень скоро Дрейк-стрит может превратиться в Бренда и Питер-стрит. Действительно очень жарко. Бренда и Питер-стрит звучит неплохо. Таких амбиций у меня нет. С меня хватает приличного жалования. Я вас не понимаю. Ведь вы сами получаете не одну зарплату, правда? Одну от Дрейка, вторую от Ларкина. Вы придумали такую версию, чтобы устранить и меня? Я вовсе не собираюсь вас устранить. Как не собираюсь, вообще ничего делать. А Майк, а Джо? Ведь это вы свели с ним еще-то, Питер. Джо. Джо. Мой милый мальчик. Которому вы изменили так же охоту, как изменили Дрейка. Джо меня боготворил. Женщине нужно, чтобы кто-то ее боготворил. Пожалуйста. Только без моего участия. Вы убийца, когда убивает не пулями, а доносами. Только я вам не Майк и не Джо, и не дам возможности выбраться из. Значит, все-таки попытались устроить этот ваш стриптиз, хотя и без особого успеха. Мне нужно идти, Питер. Как видите, земные заботы не оставляют меня, даже во время болезни. А если у вас есть желание позаниматься сексом, не стесняйтесь. И вообще, считайте, что это уличная девка. Не имеет ничего общего со стариной Дрейком. Единственное полезное дело, которое мне удается, это восстановление связи. Субтитры создавал DimaTorzok В определенные дни и время я прихожу на этот переулок, где находится интересующий меня дом с интересующей дверью. В ней находится прорезь для корреспонденции. Если мне нужно отправить письмо, я пускаю его сюда, а если письмо адресовано мне, то его краешек торчит из прорези с зажатой крышкой. На самом деле, это не письма, а обычные рекламные листовки. Сам факт того, что я пускаю в определенные дни, в определенное время, означает, что я жив. В двух листовках после необходимой обработки обнаружились два сообщения. Одно из них информирует меня о публикации известных материалов, а другое было предельно лаконично. Первый груз пропущен сегодня по каналу в Вену. Итак, мой друг, могу вам сообщить, что первый груз уже прошел 3 килограмма героина. Только 3? Не будьте таким ненасытным, дорогой. И не забывайте, что это только ваша первая прибыль. Боюсь, что она будет последним, мистер. Вы испортили мне настроение своим рассказом о фараоне и трех его предателях. Не о трех, а об одном из трех. Ларкин. Не забывайте, что Ларкин нам необходим, Питер. Если вы нужны мне для получения груза, то Ларкин мне нужен для его сбыта за океаном. Вопрос о том, нужны ли вы Ларкину. Если бы я не был ему нужен, зачем бы он прилип ко мне? Затем же, зачем липнут полицейские? Неужели вы не поняли, что он использовал и Брэнду? Я только ваши домысли. Можете сами спросить Брэнду. Боюсь, что не могу, Питер. Бедная Брэнда бесследно исчезла. Бесследно? Ну да. Темза глубокая река. Оставьте Темзу. Мы говорили про Ларкина. Дайте невозможность проследить за Ларкиным. Хотя бы несколько дней. И снабрите кое-какими техническими средствами, нужными для этой цели. Пожалуйста, только будьте осторожны, чтобы Ларкин не понял, что за ним следят. Зайдите к Стэнпу, он все уладит. Да, Питер. Вы правы. Темза глубокая река. Ларкин не обходим на Дрейк. Ларкин нужен Дрейку, а вот я Ларкину не нужен. Если он действительно является агентом ЦРУ, я столкнулся с самым неприятным вариантом. Сеть будет использована для политической провокации. А поскольку канал у меня проверен, начало операции ждать недолго. Просло три дня и три ночи, а результат – нулевой. Только на четвертый день. Субтитры создавал DimaTorzok Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Цель – добиться большого удара. Ларкин. 3 килограмма – не малое удара вместо. 3 килограмма – это мелочь дорогой. Старый хитрец не готов рисковать. Этот старый хитрец – не что иное, как старый дурак. Обещайте ему большую прибыль, и он тут же закажет 10. Но я, будьте любезны, беда не в этом старом дураке, а в вас самого. Вы не способны на него воздействовать. Я признаю, что лишь он патологического дара. Но институт, которым я работаю, далеко не педагогически. А я думаю, что ваш тон перестанет динавиться. Прошу прощения, изложите свое решение. Я уже сказал десяток килограмм, а не какие-нибудь мелочи. Нам придется проститься с Ларкиным, друг мой. Я гуманный человек, но что поделать? Не забывайте, что Ларкин – человек ЦРУ. Как я могу такое забыть? Именно по этой причине мы устраним в обой части большую дрезню. У ЦРУ длинные руки. Не настолько, чтобы дотянуться до Дрейк-стрит. Здесь в СОХО ЦРУ не котируется, Питер. Здесь мы находимся и без ЦРУ. Неужели вы не знаете колонну Нельсона? А кем был их Нельсона? Питер, он был знаменитым адмиралом. А чем он прославился? С битвой при Трафальгаре. А с кем он сражался в этой битве? С испанцами, а может быть с французами? А может быть с теми и с другими? О, Пит. Пожалуйста, не напоминайте мне об уроках истории. Почему вы не купите себе машину, Питер? А почему вы себе ее не купите? Мне нужно скопить денег. Вы слишком рано начали заботиться о старости. А до старости? Я живу в ожидании дня, в который Дрейк заявил мне. Вы пели прекрасно, дорогая. Но теперь, будьте любезны, найдите себе другое место. Пойдете пить в какое-то другое место? Какое? В портовый бар? Деньга не знаешь, кем тебя считают? Певицей? Или проституткой? Я стану сельской учительницей. Буду смотреть телевизор и вязать светлая. Жалко, хорошая песня. Вы решительно отверглись в завтрашний день. И оказывается, он вас очень заботит. Признаюсь. А вы, мне кажется, живете как самоубийца. Така ли? Да. Ах так? Да. Но не понимаю, почему вы предпочитаете, чтобы Дрейк организовал ваше самоубийство. Прошу прощения, что опять побеспокоил вас, Ларкин. Но выяснились новые подробности, и нужно кое-что уточнить. Что же вы стоите? Присаживайтесь. Цель – добиться большого удара, Ларкин. Три килограмма – немалый удар мистер. Три килограмма – это мелочь, дорогой. Старый хитрец не готов рисковать. Этот старый хитрец – ничто иное, как старый дурак. Обещайте ему большую прибыль, и он тут же закажет десять килограмм. Ну? Так что? Придумали свою версию? Какую версию? На меня надавил Мортон. А кто такой этот Мортон? Сотрудник Интерпола. Впрочем, это не важно, так как я его просто вожу за нос. А как Мортон вышел на вас? Наверное, меня кто-то выдал. Кажется, вы подозреваете пидоры? Кроме нас, Савамеда. Только он один в курсе? Ах, верно. Лиц и рул – нет тайн. В таком случае нам пора кончать. Да, слышим, мы с вами. Кончать с вами, Ларкен. И вообще убирайтесь. И лучше не попадайте спин на глаза. Проводите его. И чтобы никакой крови в коридоре, отведите его к Марку. Слушайте, послушайте, Дрейк. Я действительно служу в ЦРУ. Знаю, знаю. Но что поделать? Все люди смертны. Даже те, кто служит ЦРУ. Я всегда был сторонником водных захоронений, Питер. В них есть некая особая торжественность, отплыть вниз по течению нашей древней реки, в страну вечного покоя. Это в духе добрых британских традиций. Вам, людям с континента, возможно, это непонятно. Но мы морская держава, дружище. Рука у ЦРУ и приобретенная. Ничего удивительного, если она одним неженым ударом и без всякого предупреждения прихлопнет и Дрейка и его скромного советника. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Мистер Питер, садитесь, мистер Питер. Расскажите, как это произошло? Я не знаю, что конкретно вас интересует. Убийство Ларкина. Вы были там, мистер Питер? Должен признаться, что у меня такой возможности не было. Тогда расскажите мне подробно обо всем, что произошло до убийства. Тем не менее, мистер Дрейк сообщил мне, что у него есть доказательство. Предательство Ларкина. И тогда я выразил сомнение. Потому что вы верили Ларкину? Я никому не верю, мистер. Я не из тех, кто верит. Но я не мог допустить, чтобы Ларкин провалил операцию, от которой он сам получил прибыль. Короче говоря, мистер Дрейк представил мне разговоры между Ларкином и каким-то другим лицом. А кто сделал запись, я не имею понятия. А на основании чего, ваше предложение? Потому что мистер Дрейк вел себя как странно. А Марк, его наемный убийца. Вы угадали. Если утром тело Ларкина было извлечено из стемса, с двумя пулями в сердце. Предполагаю, что Ларкин был вам достаточно неприятен, чтобы вы за него заступились. Он был абсолютно мне безразличен. И все-таки я попытался его спасти. Почему? Да потому что безумие восстанавливает против себя ЦРУ. Почему же тогда не помогли Ларкину? Вы не знаете Дрейка. Убийство Ларкина, последняя глупость, которую ему суждено было сделать на этом свете. Теперь вопрос в том, что делать с вами. Разве вас не волнует этот вопрос? Хуже нет. Неужели вы свыкли с мыслью о смерти? Люди моей профессии быстро привыкают к этой мысли, мистер. Впрочем, не думаю, что мне предстоит умереть в ближайшем будущем. А что вас так уверяют? Вы можете заменить Дрейка кемохутно, но меня вам заменять неким. Полагаю, я вам буду нужен. Да, это идея. Мы действительно могли бы вас использовать. Колька меня интересует контрабанда. А у вас, как мне кажется, совсем другие интересы. Меня занимают финансовые хлопоты, а не политические. Вы думаете, что политика не может приносить прибыль? Возможно, кое-кому и приносят, раз столько людей занимаются политикой. Мы бы могли вас ликвидировать. Если бы я руководил своими личными настроениями, я бы поступил именно так. Поставил бы крест на вас и на эту мелочную историю, чтобы заняться чем-то серьезным. Но я человек разумный, а не чувственный. И в этом основной вопрос. Вы войдете в дело, мистер Питер? Для меня этот вопрос звучит совсем по-другому. Что я получу, если войду в дело? Те же самые проценты, которые вы получаете от Дрейка. Да, но какая мне от них польза, если в конце концов и в качестве награды я получу пулю в лоб? Теперь вы рассуждаете разумно. Эта операция пройдет и забудется. Как и многие другие вместе, следовало бы и уйти вам в неприятие. Однако я готов предложить вам постоянную работу. Мое условие – справиться с задачей, которую я вам поставлю. Но сначала вы должны заслужить доверие. Хотите что-нибудь выпить? Пожалуйста. Вам нужно убедить Дрейка организовать по возможности большую партию. Аргументом у вас будет следующее. Используя последнюю возможность контрабанды. Пока ЦРУ не успела сорвать все планы. Вам ясно? Вполне. Тогда перейдем к последнему заданию. Вы должны своевременно поставлять точную информацию, когда груз будет доставлен проходом в Болгарию, когда прибудет в Вену. Моя фамилия Мортон. Моя фамилия Мортон. Вот номер моего телефона. Запомните его. И не забывайте, что это ваш вступительный экзем. За здоровье. Спасибо. У меня был разговор с Дрейком. Очень долгий и неприятный. И на какую тему? Тем было две. Первая была приправлена угрозами. Вторая посылами. Так положено. Сначала он обвинил меня в том, что я стала вашей любовницей. Вместо того, чтобы использовать роль надзирательницы. И что не предоставила о вас никаких сведений. Он сказал, за предательство у меня одно наказание, дорогая. Возможно, мне не достает воображение. Но до сих пор лучшего я не придумал. Пустые слова. В сущности, это была умертюра. А что последовало за ней? Вам предложили занять место бренда? Да, вот именно. И вы, разумеется, признали, что меня любите. Верно. На что он ответил, ну продолжайте его любить. Я не требую от вас любви. Я хочу, чтобы вы только со мной спали. Можно подумать, чтобы вы послушали наши разговоры. Не, не зачем послушать. Дрэк сидит у меня в печенках. Да? Он впился в нас, как лондонский доман. И чем же закончилась ваша беседа? Я объяснил ему, что мне надо подумать. И он проявил великодушие, дав мне отсырочку. Что же тогда вы нос повесили? Небольшую отсрочку, Питер. Совсем маленькую. Иногда и маленькая отсрочка может оказаться вполне достаточной. Вы меня успокаиваете. А что я должен сделать? Убить Дрэка? Не оставляйте меня. Вас вызывает шеф. Последнее желание покойного должно быть святой обязанностью для живых Питера. Так что я решил выполнить последнее желание Ларкин. Закажу действительно солидную партию. 10, даже 15 килограмм. Нужно уважать мертвых, друг мой. А также Цейру. Хитрец. Большой куш, а потом выждать. Что скажете? Не знаю, зачем вам мое мнение. Я уверен, что вы уже заказали товар. Ваше мнение, Питер, служит подтверждением моего. А это немало. Беритесь за работу. Что писать? Фрина. 23-го Варна. Так. А теперь пишите текст. Теперь можно пойти в Кабаре. Надеюсь, что номер Линды еще не снят. А что это за Фрина? Я вам говорю о Линде, а вы спрашиваете о Фрине. Торговая суденушка, если вас так это интересует. Нет, эти номера становятся утомительными. Даже в такой стране, как наша, где чтут традиции. Здесь напрасно тратить средства на новые номера. Не нужно тратить средства. Достаточно немножко напрячь воображение. Но беда в том, что у Стентона его нет. Стентон незаменим, когда нужно совершить арифметическое действие. Но что касается воображения... Воображение, Питер, это ваша сфера. Вот недавно мне пришла в голову такая мысль. Не сделать ли нам художественным директором Кабаре вас? Стентон будет заниматься бухгалтерией, а вы отвечаете за программу. Не говори мне, я знаю, жизнь течет. Ночь умирает, новый день наступит. Будильник зазвонит, метро пойдет. И грохот будний город потрясет. Но нас с тобой, может быть, уже не будет. В сущности она поет для вас, Питер. И не смотрит в вашу сторону только потому, что не хочет меня дразнить. Неужели это может вывести вас из-за равновесия? Представьте себе, что да. Каким бы странным это ни казалось. Но вы же сами говорили, что в вашем возрасте женщина... Женщина возможна. Женщина, безусловно. А кошка? Кошка. Прилично ли оставаться без кошки, когда все вокруг взвелись с кошками? Купите настоящую, дешевле обойдется. А, Линда. Мы только что говорили о вас. Пожалуйста. Позавчера, Питер, мы с мисс Грей почти пришли к соглашению установить между нами более близкие отношения. Я не помню, чтобы мы принимали подобное решение. Я сказал «почти». Однако не сомневаюсь, что это словечко «почти» скоро можно будет убрать. Я только прошу о небольшой отсрочке. А разве я вам ее не дал? Только она не должна выходить за грань моего терпения. Между тем, дорогая, хочу вас порадовать новостью. Очень скоро наш Питер может стать вашим шефом. Согласитесь, что только человек с его воображением мог бы обновить программу. Он считает, например, что достаточно на секс-бон возложить вокальную программу, а вас привести на стриптиз. Оставьте это, мистер. Оставьте и вы с лишнюю скромность, Питер. Не понимаю. Если я надоел вам своим репертуаром, почему не сказать об этом прямо? Вместо того, чтобы обижать меня подобного рода остротами. Зачем обижаться, дорогая? Никто не возражает против вашего репертуара? Питер даже считал, что раздеваясь, вы могли бы напевать одну из ваших песенок. Может быть, совершенно спокойно. Я не буду больше досаждать вас своими песнями. Благодарю вас. Не могу понять, зачем вам нужна эта женщина? В конце концов, это вопрос взаимной симпатии. Глупости. Симпатия – это роскошь, Питер. Я когда-нибудь спрашивал вас, нравлюсь ли я вам или нет. Тогда почему я должен ей потакать? А теперь секс с той стороны железного занавеса. Фрейленд Хилда, недавно сбежавшая с востока. О, это что-то новое. Раньше такого номера не было. За чем вы обвиняете Стэнтона в отсутствии воображения? Да просто залитесь на его место, приятель. Музыка. Субтитры подогнал «Симон» 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 Что произошло вчера вечером? Дрейк велел мне подписать открытки. Их содержание? Фрина 23-го варна. Количество партий? 15 килограмм героина. Дрейк решил поторопиться, пока не вмешалась в ССРУ. Да, вечная история. Люди соображают о том, что надо торопиться тогда, когда уже слишком поздно. Остается узнать, когда привезут товар вену. У меня нет доступа к корреспонденции Дрейка, у вас будет доступ. Не волнуйтесь. Не хочу вас расстраивать, но мне кажется, что скоро Дрейк покинет нас. Причем навсегда. Конечно, вы можете его опередить, особенно если вы попадетесь ему на глаза. Держитесь подальше от СОХа, и все будет в порядке. Я не уверен, что все будет в порядке. Что вы имеете в виду? Это Фрина, мистер, совсем небольшой суденышки. И в ней очень трудно надежно спрятать товар. Поэтому ничего удивительно, если бы граничники наложат лапу на товар. В случае провала операции, вы смогли бы подготовить новую? Естественно. В моем распоряжении людей достаточно, а их адреса, пароль. А каким образом вы намерены убрать меня? При помощи пистолета или холодного оружия? Ваша недоверчивость выходит за грани разумного. Я вам уже говорил, что хотел бы долгосрочным сотрудничеством с вами. Конечно, если вы выдержите экзамен. Вам нужно немедленно освободить квартиру и переехать в торговое место. И, конечно, не в отель. Нет. В Мейбл. Пошли. Мейбл. 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 Держитесь подальше от Сохо, наставил Нортон. А я пошел не только в Сохо, но и на Дрейк-стрит. Не только на Дрейк-стрит, а в офис самого Дрейка. А, Питер, мне стало вас не хватать, дружище. Как себя чувствует мисс Грей? Понятия не имею. Неужели вы не навестили ее? Зачем мне ее навещать? Бывают моменты, когда слабую беззащитную женщину не следует оставлять одну, Питер. Из меня вышла бы плохая нянька. Из меня тоже, дружище. Но все же ночью я уделил известное время нашей бедненькой эмигрантке. Эта Хильда оказалась довольно-таки породистой кошечкой. Вообще, говоря Питер, разница между той или иной женщиной очень незначительна. Женщины, как виски. Ты внушил себе, что тебе нравится Балантайн, но если будешь вынужден перейти на Джонни Уокер, то очень скоро убедишься в том, что он ничуть не хуже. Что привело вас ко мне, Питер? Что-то необычное. Я хотел спросить у вас, как обстоят дела с моим вознаграждением? Я все еще не получил своих двух процентов, мистер. Но почему вам потребовались деньги именно сегодня? Не намерены ли вы с нами расстаться? Мне некуда идти, мистер? Если не считать это тихое, но скородное место, в которое в один прекрасный день вы можете меня отправить. Вы еще мне нужны, Питер? Я думал, он к этим вопросам пришел к совсем противоположному. Только товар прибудет в Вену, я могу вас уже не интересовать. Впрочем, сегодня мы очень бессимистично настроены, друг мой. Я знаю, что вы не сможете легко расстаться с теми тремя отличиями, поэтому предлагаю кое-что другое. Оставьте деньги у себя, а мне верните компрометирующие документы, то есть снимки моего доклада о канале. Заманчивое предложение, но я всегда был устойчив к искушениям, мой друг. А за другое то, что висеть в долге? Что-то остальное? Вот намерен отправить Марка свести счеты? Ну, куда же пропал этот Марк? Может быть, вы отправили его навестить Линду? В сущности, вы недалеки от истины, Питер. Я действительно послал его за мисс Грей. Но не для того, чтобы вы себе вообразили, а просто чтобы он пригласил ее. Так он не возвращался, и пришлось послать за ним Боба. И представьте себе, окажется, в квартире не оказалось следов ни Марка, ни мисс Грей. И даже следов крови. Вокруг нас стали твориться странные вещи. ЦРУ. Может быть, ЦРУ. А может быть, кто-то другой? А может быть, это вы? Красиво, если не хотите, чтобы я размажил вашу голову. Руки вверх. Питер, Питер. И чего же я дожил? Прощаю вам деньги. И все-таки это грабеж. А здесь, на нашей улице, любой грабеж, наказуем. Боюсь, что Марк больше никогда не будет готов к вашим услугам. Это вы его убрали, Питер? Для любого дела найдутся люди. Боюсь, что Марк больше никогда не будет готов к вашим услугам. Боюсь, что Марк больше никогда не будет готов к вашим услугам. Алло? Алло? Линда? Линда? Вероятно, пару дней мы с вами не увидимся. Так что не волнуйтесь. И самое главное, никуда не выходите. Сейчас самое лучшее для меня покинуть Лондон, отправиться в спокойное место, где бы я мог погрузиться в работу. Куда? Хочу покатиться до Оксфорда. Говорят, там шикарной университет. А, забудьте о своем образовании. И лучше ли вам сперва позаботься о собственном здоровье? Следуйте к выходу. КОНЕЦ Короткий, возможно, последний служебный отчет. В сущности, одного лаконичного усоса было бы вполне достаточно. Но я не охотник до драматических финалов. Моя единственная связь с центром и единственное, что мне остается. Ждать указаний центра, ждать там, где центр предполагает меня найти место, достаточно продуваемое. Моя единственная связь с центром и единственным. Моя единственная связь с центром и единственным. самым нахарным образом увиливаете и тем же беспокоите меня в столь поздний час. Я затем пришел, чтобы вам все объяснить хорошо, объясняйте, только покороче. Вернулся в Сохо, чтобы забрать свои деньги у Драйка. К сожалению, он решил вместо денег посунуть мне что-то другое. Так что я еле ускользнул. Я решил пару дней прятаться, но на вокзале на меня напала какая-то горилла. Какая горилла? Это был один из моих людей. Догадался намного позже, я уже забронировал номер в отеле. Как вдруг сообразил, что эта горилла могла быть из вашей конторы? Я поспешил сюда, чтобы рассеять недоразумения. Что это за отель, в котором вы остановились? Отель-история, можете проверить. Не нужно меня учить. А теперь, что вам от меня угодно, хочу, чтобы вы меня приютили. Мне кажется, что вы уже можете вернуться в свой отель. Вы хотите сказать, что Дрэйк точно так? Счастливая смерть. Убит на месте. Впрочем, предлагаю вам вернуться на ту улицу и устроиться в офисе вашего бывшего шефа. Но там наверняка полиция. Полиция уже сделала свое дело, так что располагайте за столом Дрэйка и принимайте его корреспонденцию. И вообще, ведите себя так, как будто вы его наследник. Вот уже 10 дней, все воспринимают меня, как наследника шефа Дрэйк-стрит. Значит, бедная Брэнда все-таки угадала Дрэйк-стрит, превратился в Питер-стрит. Хотя мое положение напоминает положение английской королевы. Царствую, но не управляю. 10 дней. И каждый из них еще на шаг приближает меня к встрече с нашей общей знакомой, Смирной. Питер-стрит. Пришел уведомить вас, что к вашим услугам, мистер Питер. Какое горе. Не так ли, Стэнтон? Не будем преувеличивать, мистер. Смирт-шеф и вряд ли стало для кого-нибудь ударом, кроме него самого. Вы сами знаете, что был представителем срогой школы. А какая другая школа могла бы видеть место в такой области, как наша? Вы ведь знаете, что издавна рекомендуется облегать железные кулаки в бархатные перчатки. А старый Дрэйк часто забывал это делать. Означает ли это, что вы против насилия? Все зависит от формы, мистер. Нужно ли прибегать к кулакам и пулем, когда деньги достаточно большая сила? Дайте ли отобрать деньги убедительное оружие? Хорошо сказано. В таком случае продолжайте заниматься финансовыми делами предприятия Стэнтон. Будьте спокойны, мистер. И подумайте. Не считаете ли вы, что можно включить номер Линда Грей в программу? Конечно, разумеется. Это же гвоздь программы. В этой квартире все еще витает нечто зловещее. Зловещее не квартира, а ваши воспоминания о ней. Не так легко стереть воспоминания о смерти. Зависит от того, как вы на нее смотрите. Если посмотреть на смерть с хорошей стороны, у вас есть теория и по этому вопросу? Да, конечно. Нужно рассматривать смерть как обычную общую знакомую. Как старуха, которая любит ходить по гостям. Перестаньте, Питер. Что вам поставить, пока я одеваюсь? Что-то веселое? Лучше не надо. От веселых мелодий я начинаю тасковать. А от грустных веселее не становится. Так что предпочитаю тишину. Я уже заметил, что у вас нет техники. Зато есть к певицам. Замолчите, я вам не верю. Мистер Мортон? А, Питер, хорошо, что вы позвонили. Ищу вас все утро. Что там у вас? Хочу напомнить вам, что у меня давно истек срок визы. Оставьте визу. Как смотрите на то, чтобы поужинать? У меня для вас хорошие новости. Большое внимание. В таком случае ждите меня на углу. Риджент-стрит и Пикадилли. Ровно в пять. Белый ровер. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Садимся на корабль, чтобы не попасть уроки их разведки. Я слежу за Мортоном с утра и все это время меня терзала мысль о том, не опоздали я. Меня тоже терзала эта мысль, но о том, что телевизионная трансляция, о которой говорил Мортон. Да, крахмал. Чистый крахмал. Крахмал. Надеюсь, что больше тебя ничего терзать не будет. Да, но есть еще одна мысль о даме, с которой мне нужно было бы проститься. То с вами мне прощаться он собрался. Ты, Борислав, смотришь на жизнь слишком прозаично. У человека есть воспоминания. Опять дождь. МОВИ ДРОЛЬНАТ Переводы субтитров Харп-ПВ Редакция Саши Мором Фильм озвучен Юресиком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин